всем приветик и я буду снимать влог за два дня за выходные субботу и воскресенье и хочу начать я как всегда мне везет я успеваю словить ровную такую цифру и у меня 6000 подписчиков я безумно счастлива миллион триста пятьдесят семь просмотров ура ура спасибо вам огромное что вы меня смотрите подписываетесь я не могу передать эти эмоции они меня просто переполняют и сейчас я буду делать масочки и дальше посмотрим что еще вам рассказывать в принципе много у меня таких интересных для вас штучек прибереглось оставайтесь со мной ну что ж мне с вами не терпится поделиться радостью вот он наконец-таки столик компьютерный самый обычный как я и говорила так здесь как всегда так куча коробок не обращайте внимание значит под блок сделали специально чтобы он выше стоял кстати мне очень нравится корпус моего блога вот такая вот фирма займа еще синеньким так светится прикольно вообще жесткий диск я вам говорила уже что я взяла на терабайт ну в общем ладно не об этом сейчас и столик я хотела не люблю вот эти выдвижные знаете когда под клавиатуру просто так выдвигаться я люблю когда все легко и просто на столе и его таким вот образом и сделали то есть здесь стоит такая ниша первая и 2 и также туда вовнутрь можно прятать все что угодно но естественно куда без чая и забочусь у столе также подставочка здесь у меня блокнотик я положила все что связано с ютюбом это вай фай мой передатчик или усилитель сигнала как-то как-то так в общем без него нельзя обойти стикеры и ну что здесь здесь как всегда моя красная зона парфюм сейчас часто пользуюсь вот этим кстати versace bright crystal хотя это не мой запах но пользуюсь жалко что стоят тут кое-что я переделала в своих шкатулочках вот эту шкатулку заполнила в общем сделала по-другому и но также вовнутрь туда еще положила такие что наборами идет и у меня в другой комнате еще несколько шкатулок здесь как всегда все под рукой это конечно же для губ заколочка для рук для ног дейзик в общем такое необходимо на этой полочке ничего особенного там лежат журналы потом посылки чтобы отправлять в общем я то что не знала что куда деть положила туда и в скором времени я все-таки расчищу вот эту полочку потому что на меня раздражает да кстати вот это вот что это полный пакет пустых баночек который мне нужно снять вы знаете что я не делаю одно огромное видео я разбиваю всегда на части и скорее всего как вы думаете может разбить по разделам там уход за волосами уход за телом и так далее ну то есть таким образом сделать там лежат упаковочки от новых продуктов в общем да вот таким вот образом у меня все организованном а на верхней самой полке там либо у меня у меня там я даже сама не вижу лежат мои всякие вонючки свечки которые мне не очень нравится пустая рамочка в общем какие-то такие вещи вчера я так ничего больше и не сняла не было желания а сегодняшнее утро ну как утро уже час дня я встала полчаса назад я хочу сделать чистку лицам пока выходной есть время всему пройти красноте в том числе и так ромашку хочу взять цветы ромашки уже стоит у меня кипятится здесь водичка и я заварю ромашку буду делать что-то вроде ингаляции то есть сяду над кастрюлькой накроюсь головой с полотенцем полотенцем с головой вернее что-то я плохо соображаю вот и минут так мне тяжело так сидеть за щитовидки на минут пять думаю выдержу постараюсь так чтобы лицо хорошо распарилась если знаете какие-то хорошие покупные может быть распаривающие маски прям очень очень хорошие то дайте знать но что буду делать дальше сейчас я вам покажу чтобы потом не терять время а дальше у меня стоит вот такой вот аппарат у меня когда-то он был в салоне я тут недавно вспомнила что это был единственная вещь которую так и не продала оставила себе и это у нас silver fox f815 что здесь есть но я уже сразу вытащила здесь как раз таки у меня вакуум чем я буду чистить лицо нос первую очередь здесь также есть кальваника ультразвук на ультразвук такой не для чистки отнюдь как бы не очень есть дарсенваль но мне дарсенваль в принципе не могу сказать что помогает как-то и спрей для каких-то таких но честно говоря я особо в этом аппарате даже не разбиралась и вообще все равно бы я была с удовольствием продала бы но он что вы его покупала то ли 16 или 18 тысяч и в салоне на нем очень мало работали ну как бы себе в этом тогда разбиралась я бы вряд ли его купила либо хотя бы брашингом взяла бык чтобы хоть одна насадка такая была но по крайней мере вакуум здесь работает хорошо буду после распаривания чистить у меня нос больше всего подбородок беспокоит и потом уже покажу что дальше буду делать а показываю сразу потому что лицо будет распаренное чтобы не терять время конечно очень жаль что я не могу долго провода какие-то долго распаривать лицо но вот такой вот вакуум то есть я присоединяю пальчиком задерживаю вот у кого проблемка с венами не злоупотребляйте я тоже это стараюсь не делать не злоупотреблять как бы чистить на самом деле очень даже неплохо не буду вам показывать ну сами понимаете вот оно все вытягивает прям вот так вот ну с венами прям очень-очень с капиллярами аккуратно у меня тоже здесь есть поэтому я это делаю буду делать крайне-крайне редко я сейчас буду бегать туда-сюда туда паривать лицо потому что я не могу долго за один раз как бы сидеть там ну вот на лбу я уже делаю видите так посмелее вот ближе чтобы вам было видно вот так вот здесь у меня много неприятностей не знаю есть ли отдельно вакуум продаются ли такие штуки все пошла дальше парить и вот таким образом делать честно говоря все равно этот вакуум так себе нужно либо очень сильно распаривать лицо я не могу себе так позволить либо чтобы оно было прям в ужасном состоянии у меня собаки там закрыты с ума сходят тихо ось дейзик и я уже дочистила обычной ложечкой тоже для косметологии которая используется с одной стороны остро а с другой стороны видео такой как раз вот как крючочек ложечка и кстати хотел сказать вы знаете для чего на этих ложечках нужен вообще такой острый наконечник чтобы прокалывать какие-то жировички или например очень глубокие какие-то такие внутренние прыщики ну в основном жировички ими прокалывают но они не столь острые лучше берите новую колочку и ею прокалывать я всегда делала именно так и я кстати специально сварила так много поставила водичку кипятить и так много отвара у меня ромашки потому что я вот что делаю это у меня просто так не пропадет я беру диски мочу здесь и складываю на тарелочку а потом я это все поставлю в морозилку и утром или вечером просто будет супер для лица это средство и тонизировать и успокаивать кожу ромашка в принципе обладает таким успокаивающим эффектом и также я сейчас кубики со льдом сделаю из этого отвара в том числе так что всю тарелочку буду складывать супер девочки попробуйте это это просто отменно все я отправляю в морозилочку так я уже покушала кстати кто не в курсе еще я веду второй канал похудашки так что переходите по ссылочке в инфобоксе и смотрите если вам интересно или вы тоже худеете и в руке у меня сейчас вот такое вот яичко тони молли который я очень очень хотела вы знаете как раз оно от черных точек я еще ничего не делала вот сейчас после чистки нанесу его вы знаете у него очень специфический запах вот такой вот цвет у этого средства и многие говорят что он химический я из честно химического такого прям не наблюдаю ничего в запахе мне нравится очень даже и цвет мне нравится сейчас буду наносить тоненьким слоем вот так вот я выгляжу как будто бы у меня пухшее лицо с этой маской и я уже выявила первый существенный минус это слишком маленький объем в 30 миллилитров всего лишь нанесла я на все лицо эту маску и я понимаю что ее хватит раз на 10 максимум наверное если вот так вот наносить как ее нанесла я и скорее всего придется ее наносить только там на лоб подбородок на нос ну где в принципе бывают в основном черные точки посмотрим ну вот объем да для маски маленькие существенно что я сейчас делаю пока сижу с маской я добавляю на мой блог письменный фотографии пишу здесь кое-что вы мне делали запросики чтобы я что-нибудь показала такое интересное и в общем да не забывайте заглядывать туда тоже так что скоро ну уже будет конечно до того как вы увидите этот влог все ссылочки в инфобоксе не перестаю об этом говорить хотела вам показать на что становится маска похожая кстати с ней уже сижу блин даже стыдно сказать час ее уже смыть нужно было она вот так вот прям трескается как будто бы как скорлупа яичная мое лицо сейчас пойду смывать давайте расскажу об ощущениях так сейчас я смыла ее и знаете кожа очень мягкая мне нравятся ощущения то есть когда наносишь эту маску держишь ее то она очень сильно стягивает прям лицо но когда смываешь я еще не кремом ничем не пользовалась но очень-очень прям мягкая не знаю насколько она с таким вот прям очищающим скажем так эффектом но мне мне нравится пойду сейчас что-нибудь еще сделаю наверное какую-нибудь тоже масочку решила с лицом пока ничего не делать только крем какой-нибудь нанесу увлажняющий все но зато я успела на волосы себе нанести масло потому что что-то последнее время не так часто я делала что-то подобное со своими волосами только кокосовое наверное масло наносила на ночь и все и масло билета его вообще Анечка мне говорила липочка бьюти что она один тюбик используется один раз я уже пользуюсь раз наверное пятый я втираю только в кожу головы и на кончике немного и потом протягиваю это все мне жалко его так сразу использовать мне очень нравится запах действительно наверное ну если это запах розмарина то просто супер но я вам рассказывала уже про состав что здесь много-много других масел такой натуральный классный состав и мои волосы после этого масла просто отлично выглядят и действительно такой блеск суперский знаете что еще хотела вас спросить я вот думаю я хочу подстричься вроде и длину хочу отращивать и в то же время думаю все равно волосы еще все разной длины и состояние у них не очень ну то есть уже конечно много лучше чем было тот же год назад и не знаю и потом хотела с вами посоветоваться подстричь не подстричь ну так покороче думала не знаю там сантиметров 20 может обстричь не знаю что делать нужен в этом ваш совет и хотела спросить нужно ли видео про мой уход за волосами какими маслами ну чтобы я так не во влогах а в одно видео все собрала мои любимые шампуни мои любимые там масла маски и так далее если да то пишите я сделаю такое видео я сейчас сделала еще одну маску маску пленку и мне в голову пришла вот какая мысль я посмотрела видео лена елена 864 посмотрела что она снимает на телефон свои влоги как я поняла у нее наушники всегда и думаю удобно в принципе мне кажется хочу попробовать подойдет ли к моей программе к моему редактору видеоредактору тот формат видео в котором снимает снимаю на телефон если да то может быть попробую тоже так я честно говоря тяжело камеру тоже так держать но мне нравится когда вот так вот сверху снимают раз раз что-то показывают да кстати у меня тут домашняя такая платьица ой буду делать себе кофеек и убирать дальше сейчас я собралась делать омолаживающую маску с димексидом и салкосерил вообще мазь салкосерил она знаете довольно таки уникальная можете почитать про нее в интернете много всяких статей расписано что это за мазь и так далее вообще салкосерил это медицинский препарат который производится на основе вытяжки из крови телят и я хочу сделать значит маску с димексидом но это очень опасно на самом деле девчонки не бегите не покупайте сразу здесь если что-то сделать не так то вы просто сожжете свое лицо я буду разводить сейчас димексид сначала в кипяченой воде в общем я сначала поэкспериментирую на себе а потом уже вам расскажу подробнее так маску я нанесла вот так вот это все по страшному выглядит у меня на лице малыш ну тихо не мяукай налила себе кипяченой водички в обычный дозатор эту маску нужно будет постоянно спрыскивать честно говоря волнуюсь потому что знаете обычно говорят нужно попробовать на локте подождать день я так не делаю это то же самое было как я в первый раз сожгла себе кожу головы с димексидом решила сумничать и сделать все по-своему и это был кошмар я просто везде чесалась у меня облазила знаете как перхоть только это облазила полностью кожа головы так что будьте аккуратны когда экспериментируете и да я все таки сначала проверяю на себе потом рассказываю вам так у меня вся в окружении животных пошла их кормить так маску я уже смыла и сейчас нанесла локально вот этот вот крем мазь вернее эритромицин такого желтенького цвета она запах есть и мне посоветовала эту мазь моя подписчица что хочу сказать я нанесла на какие-то высыпания прыщички я уже пользуюсь где-то несколько дней этой мазью помогает убирать красноту вот эффекта в том плане что прям раз исчез прыщик или он подсушился нет от этой мази этого у меня по крайней мере не происходит стоило у нас то ли 20-25 рублей в общем не помню буду смотреть дальше так я сейчас принимала ванну и в первый раз попробовала пену для ванн от натуры сибирики вот такое вот питание и увлажнение знаете запах такой нормальный пенится отлично но от чего я была в полном восторге это от соли такой запах потрясающий конкретно у этой для молодости кожи запах просто супер как я люблю ванили чего-то такого после душа крем от эвелин заканчиваю дальше пользовалась гель эластик для подтягивания кожи и растяжек на ножки у меня был смягчающий крем кстати 2 дня назад сделала носочки что-то у меня вообще ничего не отходит не знаю также вот этот крем у меня уже почти закончился и да что было самой ванной я пользовалась скрабом для тела вот таким домашний рецепт очень мне он нравится писала на него я отзыв мой любимый полмолив шоколадная вуаль и также мне нравится французская ваниль как всегда поскрабила губы и пользовалась обоими скрабами вот этим более жестким для спины сегодня его тело и этот скраб на все тело я его делала так вроде из этого все а ну и помыла я голову сейчас вот стою с облепиховым шампунем я его пытаюсь как можно скорее израсходовать сделаю видео но мне он попробовала сейчас по-новому в общем не знаю ни маска ни шампунь вот маску сейчас на кончике сделала просто лишь бы использовать жалко выкинутые деньги и у меня что-то немножко тоже спину высыпала поэтому еще использовала для спины вот этот гель уже девчонки в инстаграме спасибо посоветовали много других средств сейчас еще а сегодня сделала кстати эпиляцию на руках и что мне нужно еще сделать ну голову соответственно смою маску и думаю что брови скорее всего еще сейчас покрашу я наверное на этом закончу сегодняшний влог потому что за два дня он получился таким довольно таки длинным спасибо за то что вы были со мной досмотрели до конца это видео и да совсем скоро думаю уже будет новый влог мне нравится их снимать вы это знаете пока пока